Всем шалом! Здравствуйте! Мы сегодня с нашей группой разберем очень важную тему, которая называется «Дух Изавели». Эта тема, она очень важна, так как этот дух, он является большой проблемой во многих церквях. И мы с нашей группой решили разобрать эту тему, так как считаем ее важной. Но так как информации в интернете очень много, я собрала самую важную информацию, но все равно я оказалась очень много, поэтому как бы не обессудьте, я просто буду читать ту информацию, которую я нашла и благословляю всех, кто будет слушать. Надеюсь, во всем эта информация будет очень полезной. Так, ну мы начинаем. Общее понятие о Духе Изавели и его цели. Дух Изавели – один из демонов Лукавого, чья миссия состоит в том, чтобы уничтожать людей Божьей власти, таких как апостолов и пророков. Именно по этой причине этот демон представляет большую опасность для церкви Иисуса Христа. Можно увидеть, как Дух Изавели участвует и в сферах власти. Поэтому он также известен как правитель тьмы. Он оказывает свое влияние, чтобы подавлять и контролировать людей в правительстве или тех, кто занимает руководящие должности. Но его также можно обнаружить и у обычных людей, из любого учреждения, сообщества, церкви, семьи и т.д. Дух Изавели в Библии. Есть несколько мест писаний, где мы можем увидеть этого Духа. Первое место, которое мы рассмотрим – это царица Иезавель, жена царя Ахава. Мы находим историю Иезавели в Третьей книге царств. Иезавель была дочерью первосвященника Сидона. Она поклонялась идолам Ваалу и Астарзе. Поклонение этим богам было связано с сексуальными извращениями и похотью. Этот Дух, очевидно, существовал задолго до царицы Изавель. Но она была полностью под контролем этого Духа. Поэтому Библия дала этому Духу ее имя. Этот Дух может работать через мужчин или женщин, однако, поскольку Иезавель пытается контролировать без давления, она обычно действует более легко через женщин. Тем не менее, есть много примеров, где этот Дух работал и через мужчин. Например, царь Ирод, Аман в книге Исфирь, Дед Рев в Третьей Иоанна и т.д. Амврия. Разберем подробнее места Писания, которые говорят об аспектах личности Иезавели жены царя Ахава. И первое место, которое мы разберем, это Третья книга Царств, 16 глава, с 30 по 33 стих. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ев-Ваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Изавель – это женщина, которая будет стоять рядом с человеком, у которого есть власть. Есть распространенное мнение, что Изавель соперничает с властью. Как раз все наоборот. Она будет поддерживать власть любыми способами, потому что сама стоит очень близко к власти. Ее цель – влияние и личная выгода. Один из идолов Изавели – это богатство и власть, которыми обладает Ахав. Люди с духом Изавели будут заискивать перед Ахавами, чтобы также иметь материальные выгоды своего положения. И Изавель никогда не будет противиться власти. Она будет усердно сотрудничать с властью, ведь в этом ее сила. Без Ахава ее влияние минимально. Второе место, которое мы рассмотрим, это Третья книга царств, 18 глава, 4 стих. «И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдеев взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Главная миссия Изавели – истреблять пророков Божьих. Это один из наиболее опасных противников истинного пророческого служения. Она ненавидит пророков и всеми силами пытается уничтожить и выбросить их из церкви. Ведь убрав истинных пророков, люди станут уязвимы для действия лжепророков. За действиями Изавели будут просматриваться всевозможные попытки уничтожения или искажения настоящего пророческого слова в церкви. Она будет использовать власть Ахава, чтобы противиться всем, кто стоит на пророческом служении и говорит Божью истину, которая может обличить ее». Следующее местописание. Третья книга царств, 18 глава, 16 по 18 стихи. «И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед валам». Влияние Иезавели достигает своей цели, когда человек власти начинает видеть в неугодном пророке источник своих бед. «Ты ли это, смущающий Израиля?» Или церковь. В деятельности пророка Ахав просматривает какие-то злые умыслы. Лидер уже не принимает слова от Бога. Он считает, что служение Илии приносит только лишь беды в его жизни. Здесь мы видим, что часто неудачи в служении могут быть повешены на людей с пророческим помазанием. Но пророк Илия ясно подчеркивает, что не он, а сам лидер является причиной неудач в его служении. «Мы видим плод работы Духа Иезавели. Из настоящего Божьего пророка создать образ врага для пастора и других лидеров, чтобы самой иметь влияние на церковь». Следующее место из Писания. «И пересказала Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавель посланца к Илье сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Это Третья Царствия, 19 глава, 1-2 стихи. «Эти слова были сказаны после Великой Победы Ильи, когда были уничтожены 450 пророков Ваала. Иезавель не потерпит служение Ильи, ни при каких обстоятельствах. Она будет мстить и бросать все свои силы для уничтожения пророка. Этот дух ужасно агрессивен, но ее агрессия будет направлена не на лидера или пастора, а на человека пророческого служения, который говорит Ахаву истину. И Изавели это невыгодно. Она не потерпит человека, который бросит вызов ее идолам». Вспомним, что Ахав уже поклонялся идолам, но Изавель привела его к служению и поклонению Валу. Это могут быть разные идолы. Сегодня часто это мирские ценности и в особенности стремление к богатству, любовь к деньгам. Алчный, ненасытный человек в Писании приравнивается к идолопоклоннику. Эти люди могут быть под духовной благочестивой маской. Эти люди могут под духовной благочестивой маской пропагандировать положение, богатство, роскошь и другие удовольствия, как цель и уничтожать всех, кто будет сомневаться в их идеологии. Следующее место из Писания. «И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить на руфею, изреолетянину, и сказал ему, «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я отдам тебе другой виноградник вместо него?» Тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего». Это Третье Царство, 21 глава, с 5 по 6 стихи. «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Здесь мы видим самую важную черту Изавели. Это лесть. Дух Изавели будет лестить, угодничать и заискивать перед теми, кто находится у власти. Она не использует противостояние лидеру или пастору для достижения своих целей. Скорее наоборот, она будет прислуживать ему, используя слова лести. И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник на его фея изриэлитянина». Это Третье Царство, 21 глава, с 7 стих. «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал?» Ахав хотел приобрести виноградник путём обычной покупки. Но Изавель научает его, в кавычках «научает его», что есть другие способы достижения цели у человека, который имеет власть. Она готова использовать не совсем благочестивые методы. И следующее местописание. «И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним». Это Третье царство, 21 глава. С 8 по 11 стихи. Когда Ахав пожелал завладеть виноградником Навуфея, И Изавель решает хитростью устранить Навуфея, и это позволило царю присвоить чужую землю. Используя свою власть, она обращается к старейшинам и знатным города с указанием определенных действий против ненужного человека. «Посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы». Вот настоящее проявление действия этого духа. И Изавель может искать негодных людей в церкви, чтобы обесчестить Божьих служителей. Все это делается ради собственной выгоды и часто для угождения лидеру, пастору. Ведь в этом ее цель – иметь влияние. Ее обвинение – «ты хулил Бога и царя». Духа Изавеля будет обвинять неугодных ей людей в бунте против пастора. Она использует все подлые методы, чтобы добиться своих целей и уничтожить всех, кто мешает осуществлению ее планов. «И сделали мужи города его старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель». Это говорит о том, что самое страшное – это то, что в наших общинах старейшины и знатные Совет Церкви и лидеры различных рангов не только потыкают Изавеля, но и всячески помогают ей в исполнении ее гнусных планов. Очень часто лидеры церквей, где есть дух Изавели, находятся под таким жестким контролем, что боятся противостоять ее действиям, хотя многие из них из-за страха сами находятся в заблуждении. Так как Изавель находится возле власти, она будет использовать разные нечестивые методы, а также путем запугивания сеять страх в людях. Следующее место из Писания – это 3 царств, 21 глава, 25 стих. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред отчами Господа, к чему подущала его жена его и Изавель». Слово «подущала» из-за синодального перевода в номерации «Стронга» имеет значение склонять, обольщать, уговаривать, научать, подстрекать. Это слово «ягко» представляет методы воздействия Изавели на Ахава. Используя лесть, уговаривая и научая, а также используя все виды манипуляции, она склоняла царя к достижению ее целей. Властная Изавель имела сильное влияние на Ахава, потому что была сильнее его. Она влияла на Ахава, а не он на нее. Со временем Ахав сделал все, что хотела и Изавель. Он стал ее точной копией. И сейчас мы закончили рассматривать именно персонаж Изавели, жены Ахава. И следующее место в Библии, где мы можем увидеть этого духа Изавели, это Иродиада в Новом Завете. Она была женой Филиппа, брата Ирода. Она была вовлечена в прелюбодейные отношения с Иродом. Иоанн Креститель противостоял царю в этом отношении, и он был посажен в тюрьму. Даже в тюрьме пророк был неугоден Иродиаде, имевшей духа Изавели. Лестью и манипуляцией, используя похоть Ирода к своей дочери, Иродиада добивается смерти пророка. Ирод, имевший дух Ахава, не мог ответить отказом на требования Иродиады. Есть много сходств между Иродиадой и Изавелью. Одной из главных характеристик является то, что они обе выступили против духовной власти. Точно так же, как и Изавель была против Ильи в Ветхом Завете, Иродиада была против Иоанна Крестителя, который имел духа Ильи. И следующее место в Писании, в котором тоже упоминается дух Изавели, это Изавель в церкви в Феотире. Это книга Откровения, 2 глава, 20 стих. Здесь также упомянуто имя Изавель. «Ты терпишь женщину по имени Изавель, которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит заглуждения моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались разрадом и ели пищу, принесенную в жертву идолам». Библейская энциклопедия Брок Гауза говорит, что по общепринятому мнению речь идет о некой женщине, которую называли именем жены Ахава, чтобы подчеркнуть ее безбожную сущность. Выдавая себя за пророчицу, эта женщина вводила рабов Господних в заблуждение, учая их любодействовать и есть идоложертвенные. Изавель из Откровения также вела людей к идолам. Писание говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. В жизни любой Изавели будет много идолов. Ее действием будет обязательно смещение фокуса с Иисуса Христа на различные идолы. И на этом мы закончили разбирать места из Писания, в которых говорится об Изавелии и о духе Изавели. И дальше мы разберем характеристики этого духа. Характеристики духа Изавели. Вот некоторые из характерных черт, которые сопутствуют этому демоническому духу. Нужно помнить, что человек, на которого сильно воздействует дух Изавели, может делать многое из перечисленного постепенно, хотя не обязательно все в описанном порядке. Одна черта еще не указывает на то, что человек полностью одержим духом Изавели. Это может просто означать, что человек все еще духовно и эмоционально незрелый. Однако везде, где существует сочетание нескольких из данных характеристик, там есть явное указание, что человек под влиянием духа Изавели. Также помните, что одна характеристика может быть явно заметной, но другие могут быть глубоко скрытыми. И вот следующие характеристики этого духа. Первое. Хотя с первого взгляда это очень трудно распознать, такой человек всегда чувствует угрозу от пророка, который и является его основной мишенью. Может казаться, что человек сам имеет пророческие дары, и цель его — контролировать тех, кто движется в пророческой сфере. Следующая характеристика. Чтобы усилить свое влияние, этот человек часто присматривается к пастору или церковной команде, стремясь таким образом обнаружить самое слабое звено, чтобы подмять под себя. Конечная цель — это управлять церковью. Следующая характеристика. Стремясь завоевать популярность и одобрение пастора, этот человек будет заключать стратегические соглашения с людьми, которые воспринимаются другими как духовные и влиятельные. Четвертое. Чтобы казаться духовным, человек будет искать признание посредством манипуляций, чтобы достичь выгоды. Такие люди часто придумывают сны и видения, создавая их из своего воображения или заимствуют у других. Пятое. Когда такой человек получает признание, поначалу он реагирует ложным смирением. Однако это остается ненадолго. Шестое. Когда ему противостоишь, он становится в оборонительную позицию. Он будет оправдывать свои действия фразами типа «Я просто следую за Богом» или «Бог сказал мне сделать это». Седьмое. Этот человек часто будет стремиться поделиться великим духовным откровением, чтобы внедриться в церковные правления и дела. Но он или она никогда не обратятся к истинному авторитету. Он начнет с того, что обратится к другим. Мнение этого человека часто становится последним словом по всем вопросам. И он мысленно возносится над пастором. Восьмое. Этот человек выискивает себе друзей с нечистыми мотивами. Он хочет иметь учеников и нуждается в постоянном признании со стороны своих последователей. Девятое. Без всякой отчетности этот человек предпочитает молиться за людей в изоляции, в углу или в другой комнате. Таким образом, ложные пророчества «пророчества» в кавычках не могут быть легко узнаны, им нельзя противостоять. И десятое. Желая получить контроль, этот человек будет собирать других и учить их. Хотя учение может начинаться правильно, но всегда будет противоповедоваться доктрина, не подкрепляемая Словом Божьим. Одиннадцатое. Обманывая других ложным пророчеством или говорят то слово, которое другое хочет услышать, этот человек стремится завоевать доверие. Он пророчествует полуистину или малоизвестные факты, как будто от Бога. Такие люди могут также пользоваться плохой памятью других, искажая свои собственные прежние пророчества, представляя дело так, будто они сбылись. Двенадцатое. Хотя возложение рук это из Библии, этот человек любит передавать более высокий уровень Духа, ну в кавычках, или разрушать стены, которые тормозят кого-то, возложением рук. Однако прикосновение этого человека фактически проклятие. Вместо святого благословения может быть передан злой Дух. И тринадцатое. Маскируя низкую самооценку духовной гордостью, этот человек хочет, чтобы на него смотрели как на самого духовного человека в церкви. Они могут первыми плакать, стенать в духе или изображать духовные роды, показывая бремя от Господа. Однако они не отличаются от фарисеев, которые показывали свои духовные дары пред людьми. И последнее. Очень жаль, что семья этого человека будет под ударом. Он может быть один или состоять в браке. Если он или она состоят в браке, его или её жена или муж будет жалкой, несчастной, духовно слабой или не спасённой личностью. Человек начинает подавлять и контролировать всех в своей семье. На этом мы закончили рассматривать характеристики этого духа. И также на этом мы закончим первую часть разбора этой темы Духа Изавели. Всем приятного просмотра. Благословляю всех, кто будет смотреть и кто смотрел и слушал это сообщение. Пусть Бог вас во всём благословит, и пусть эта информация будет всем полезной. Всех благословляю. Шалом.